Камеры GoPro появились всего 4 года назад, но с тех пор они произвели настоящую видеореволюцию в наших головах, подарив миру огромное множество головокружительных и захватывающих дух кадров от первого леса. Но в футболе экшн-съемка появилась недавно, однако уже и в этом виде спорта она успела отметиться. Поехали! Манчестер Сити Потому что резкие обводки, неожиданные удары, дружеские подколы, вратарские сейвы и кривляния в режиме экшн выглядят ну очень круто и необычно. Искусство вратарей является отдельной главой в азбуке футбола, и его было бы очень уместно использовать в своей рекламе. Собственно так и подумали маркетологи одного из крупных производителей шампуня. Для своего короткого рекламного ролика авторы решили надеть на вратаря английской сборной Джохарта экшн-камеру, чтобы зритель благодаря GoPro имел возможность почувствовать грусту и огромной ответственности, которая на тебя возлагается. Когда за тобой следят 300 миллионов человек, и когда ты один из лучших голкиперов во всем мире. Работа арбитра без всяких сомнений тяжела и ответственна. Очень сложно находиться между двух огней и сохранить при этом холодную голову, чтобы из-за своих неверных или предвзятых действий не навлечь на себя гнев футболистов и еще хуже их фанатов. Чтобы хоть как-то передать тот накал страстей, который испытывают арбитры на ответственных матчах, главный судья поединка это в футбольном поле, отведенное 90 минут. От первого лица мир глазами рефери увидел нарушения, постоянную борьбу, стычки. Nike и GoPro просто созданы друг для друга. Их дружба завязалась с далекого уже 2009 года. И это, пожалуй, первый или один из первых футбольных роликов от первого лица. В 2009 году спортивный бренд одежды Nike заснял трехминутный рекламный ролик с известным нападающим Робином Ван Перси, у которого к лбу была прикреплена экшн-камера GoPro. Участниками ролика были также и знаменитый Криштиан Рональдо в футболке Манчестера, Рональдинио в барселонской форме и Златан Ибрагимович в футболке Интера. Но помимо оригинальной задумки, которую наверняка оценят разбирающиеся в футболе люди, ролик получился очень зрелищным и крутым. Особенно в 2009 году, когда никто еще особо не знал, что такое съемка от первого лица. Но в дружбе брендов Nike и GoPro, сама GoPro решила не оставаться в стороне и не отдавать все лавры Nike. Эти ребята имеют куда меньше общего с профессиональным футболом, но тем не менее у них получилось снять не менее крутой и захватывающий ролик. Работники компании GoPro насыпили на каждого экшн-камеру и показали всему миру, как можно развлечься на скучной работе, от которой у многих уже попросту отсижен зад. Парни устроили настоящий и яркий футбольный праздник в офисе GoPro. Получается неплохо, а снято еще лучше. Друзья, а сейчас у меня будет к вам один вопрос. Что будет, если совместить рисованное видео, факты и мысли фантазера? Получится канал, что будет, если... Советую посмотреть последний ролик на нем, я уверен, что вам понравится. Вы 100% удивитесь интересной подачи материала. А также автор этого канала может нарисовать видео на тему, о которой вы напишите ему в комментариях. В общем, я уже подписался на этот канал и вам тоже советую. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить свой лайк, если вы это хотели, и подписаться на канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok